Говорит Господь, что мясо надо варить, а евреи жарят куриные крылышки. Где истина? Их не жарят, а запекают в духовке, а их пекут. И не крылышки, а пульки, в основном ножки. Я уже это объяснял, потому что делается пасхальный текис. В 12 главе написано, что его надо именно на огне запекать. Буквально вот цли, это именно запекать. Вот шашлык, это бессард цли, а-ля эш. Это запеченное, спеченное на огне, это шашлыки. Вот надо барана так, или там быка, или козла на пессах жарить, запекать. Вот Розиконии 16.7 есть такой стих, я его знаю. Говорится, это одно из как раз тех мест, считают, ну как бы объясняют. Меня это объяснение не устраивает. Но объясняют мудрецы, что в древнем иврите слово варить понимали, как запечь на огне. Но это неубедительно. И действительно, в иврите употребляется слово бишуль 16.7. Варить в воде буквально. Что никак не может быть. Есть вариант как бы объяснения. Левашель или вот бишуль. Приготовить. Вот этот перевод более будет уместный. Там где написали варить, это некорректный перевод. Приготовить. Потому что при бишуль это созревший плод или готовый к употреблению плод. Поэтому слово бишуль можно перевести как муханль ахилла. Не перевести, а перефразируя сказать на иврите. Муханль ахилла это готовый к употреблению в пищу. Поскольку сегодня никто не может сделать Песох оригинальный по причине того, что нет храма, нет жертвенника и негде зарезать вот эту пасхальную жертву. Именно по этой причине невозможно технически осуществить настоящий оригинальный Седр Песох. Поэтому то, что мы сегодня делаем, это пасхальный текес или церемония пасхальная. Понимаете разницу, да? Не сам вот Седр Песох, а именно просто церемония, которая отражает, иллюстрирует как бы оригинальный Седр Песох, не являясь при этом таковым, поскольку нет храма, и поэтому принято запекать, ну вот, куриные ножки, просто они дешевле, они стоят недорого и легче их приготовить. Поэтому их запекают вот так вот делают и кушают на Седр Песох, потому что главное, чтобы было мясо на кости. Яд Хазака, это крепкая рука, Зро, не туя, это вытянутая рука, сокращается с помощью мышц. Нужна кость, на которой есть мышца. Поэтому берут в принципе любое. И заменяют это самым доступным, это куриное мясо. Но не крылышко. В Израиле всегда это бедрышко. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...